Как тюрьма встретила новость о гибели Евгения Пригожина? Поскольку Пригожин был, по крайней мере, в прошлом году и до февраля этого года, был очень раздражающим для тюремщиков фактором, потому что он демонстрировал всяческое неуважение, уничижение для именно сотрудников. Но самое главное, что как не было, так и нет никаких легитимных или нелегитимных бумажек, почему, собственно, Пригожин прилетал на вертолете и забирал заключенных из тюрем. То есть нет никакой записочки ни от Путина, ни от Бортникова, ни от Гостева, начальников СИН, выдать Пригожину, любое количество заключенных. Нет таких бумажек. Просто приезжал по идее, по логике, некий вообще хрен с горы, без полномочий юридических, без должности, без созвания повара шестого разряда. И забирал, в общем, любое количество заключенных, которые ему хотелось забрать и которые с ним шли. И это происходило в такой форме публичного унижения, публичного унижения сотрудников, в том числе начальников колонии, когда их заставляли переодеваться в гражданскую одежду, потому что Пригожина раздражала форма в СИН, он имел устойчивую аллергию, совершенно понятную по его биографии. Выгонял их из кабинета вполне себе публично. Если вы помните эту знаменитую пленочку, знаменитое видео, когда Пригожин в одной из колоний, в Мариел, ИК-6, по-моему, Мариел, она, собственно, широко разошлась, там же практически нет на этом видео, собственно, тюремщиков. Там стоят ряды заключенных, которые окружают Пригожина, и он для них вещает так, как будто это Ленин на броневике. Не видно нигде царской охранки, потому что толпа растерзает. И все стоят вполне себе не стройными рядами, не как привыкли, а такие стоят, такое боевое братство уже почти, почти боевое братство. И, конечно, это все страшно раздражало. Плюс ко всему, вот эта Пригожинская вербовка, она лишила зоны, собственно, служащих зоны, главное начальство зонское, очень многих и рычагов давления на заключенных, и способов заработка. Потому что, конечно, кто вербуется, вербуется в том числе и рабочая сила, рабочая сила, которая работала на промке, то есть на том куске зоны, промышленный, промышленный кусок, который обычно работает на карман хозяина. На карман хозяина, который там делится дальше и дальше, собственно, уводят рабочую силу, во-первых. Во-вторых, условно-досрочное освобождение, УДО через войну. Вы знаете, я вчера видела потрясающее сообщение, официальное сообщение в Воронежской адвокатской палате, которое вот в пресс-релизе официально сообщает, что адвокатам необходимо напоминать своим клиентам о возможности помилования через вербовку на СВО. И, в общем, в том числе, заключенные всегда знали, что есть единственный способ уйти из зоны досрочной, или прямо сейчас, это через вербовку. А УДО, торговля УДО тоже всегда была одним из, в общем, основных, в том числе, источников доходов разнообразных начальников. То есть унизил, лишил заработка. И плюс ко всему поставил зонское начальство, и не только зонское, а собственное начальство ФСИН в крайне уязвимое положение. Потому что уж они-то понимают прекрасно, что в любую секунду изменится даже не направление ветра, а просто так, чуть-чуть так, температурный режим. И при каких-то условиях спросят, а вот заключенный Росомахин, убивший старушку в Кировской области, он, собственно, какого фига был на свободе? Это его кто отпустил? Его Пусин, что ли, помиловал? Как вам не стыдно? Как вы могли такое подумать? Это его отпустил начальник зоны, выписав ему справку, что он был полгода на СВО. Указ-то секретный? А теперь с кого спрашивать? Теперь кто виноват? Так хотя бы Пригожин мог бы быть виноват, а теперь кто? А теперь кто? Непонятно. Собственно, заключенные, которые любили Пригожина, поддерживали Пригожина, боготворили Пригожина, они, собственно, Пригожинские и есть. То есть это не ныне сидящие в тюрьме, потому что ныне сидящие в тюрьме в нем были разочарованы. Это разочарование читалось и в момент, когда захлебнулся Пригожинский мятеж. Ну и с тех пор без Пригожина вербовка в тюрьмах идет, в тюрьмах я имею в виду вообще, то есть и в СИЗО, потому что есть отдельный закон, что можно вербовать и подследственных тоже. Идет вербовка и в СИЗО, и на зонах. Это поставлено на очень спокойный режим, то есть это без пафоса, без вертолетов, без речевок, без собрания трудового коллектива, без всего, без всего. Просто идет такая, как штамповка, такая вот идет вербовочка. И это все такое вот будничное. Почистил зубы, сходил в столовую, зарябовался, на войну уехал. И здесь уже нет какой-то вот Пригожинского павлиниевого хвоста, все. А вот те, которые с ним ушли, да, для них, конечно, у Пригожин был и царь, и бог, и воинский начальник, поскольку он дал заключенным самое главное, то, что они кому-то нужны, чувство нужности. Заключенные, которые уходят с Минобороны сейчас, у них этого чувства особенно нет. Минобороны-то не парятся с боевым братством и таким психологическим воздействием. Забрали, забрали, дали автомат, давай, иди воюй. Пригожин этим занимался, он с этим носился. И надо сказать, что, да, он говорил не так давно, что он освободил 32 тысячи заключенных. Это те, кто остались живы, хотя многие искалечены. Те, кто вернулись в Россию после полугода боев, участия в боях, но их на самом деле меньше. Не 32 тысячи, точно здесь, наверное, поменьше. Но они не должны были вернуться, они этого, конечно, не понимают. Они, собственно, почему в России, почему мы каждый день о них читаем про их подвиги в криминальных сводках, потому что, если бы Пригожин не поссорился с Шойгу и Герасимовым, они бы до сих пор были бы на фронтах, и многие из них не были бы живы. Но, тем не менее, они на свободе благодаря ему, и они это ценят. И, конечно, ценят и продолжают его ценить женщины. Женщины, которые так или иначе получили как минимум по 5 миллионов рублей за гибель своих близких. И получили шикарный статус вдовы героя. То есть, представьте себе, что женщина была всю жизнь под гнётом клички, что она мать или жена или дочь, там, зачары, алкаша, наркомана, убийца, насильника и дети её. А вот теперь они вот помнили, открой рот, да, вдова-героя. Да ещё и с деньгами, да ещё и с квартирой, там, с машиной, там, с чем-то ещё. Такой мгновенный социальный лифт Пригожин дал самым маргинальным, самым безнадёжным слоям населения, реально работающий, мгновенно взлетающий, взмывающий в небо социальный лифт. Поэтому они ему благодарны. И те, кто не успел что-то получить, не дополучить, прекрасно понимают, что без Пригожина они уже не получат ничего. Вот интересно, вы говорите про благодарность. Это благодарность на словах или мы можем ожидать какой-то реакции или какого-то действия со стороны людей, которые очень обязаны Евгению Пригожину? Настоящих буйных мало, вот они-то, вожаков. Собственно, настоящие буйные, да, они все были в этом самолёте. И сколько угодно можно сейчас возлагать цветочки, продосить кувалды, на этом, наверное, всё и ограничится. Всё-таки эта такая публика, она не способна к каким-то действиям. Вы знаете, вчера мы очень долго переписывались, большая была переписка по поводу вербовки очередной министерства обороны в Свердловской области. Там очередная большая партия заключённых уезжает. Обратились родственники, спасите, помогите. Я говорю, хорошо, ну кто-нибудь напишет заявление, кто-нибудь, что он не хочет идти на войну. Один был случай, вообще потрясающий. Девушка написала, что спасите моего парня. Мы с ним поссорились, и он завербовался. А теперь мы помирились, и он хочет назад, а как же так? В общем, они все подписали, они все подписали запрет в вмешательстве третьих лиц в их судьбу. Самое главное, что подписывает Министерство обороны, он это придумал Пригожин, это подписывать бумагу о неразглашении местонахождения личных данных для любых третьих лиц перед уходом на фронт, перед вербовкой. То есть, по идее, ни адвокат, ни родственник, ни уж тем более правозащитники, даже не имеет права спрашивать, а где, собственно, товарищ был. У него, пожалуйста, у него есть бумага, никому не сообщать, где я, что я. Все, ребята, вы все подписали. Привет. Привет.